Всем бодрого и позитивного настроения! Если вы слышите меня, значит вы настроились на волну игрового канала Dillangame и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровому симулятору OMC2. Дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, сегодня с вами мы находимся на карте Чистогорская область и прокатимся сегодня по 535 маршруту. Стартуем мы от остановки Коренева, то есть от автостанции, и следуем до конечной остановки поселка Новый Свет. Преодолеем мы этот маршрут на автобусе немецкого производства. Перед нами Cetra S215SL, есть версия UL, у нас SL-ка. Городская модификация, в принципе автобус отлично вписывается и в пригородные маршруты. Я на кузов нанес название автоперевозчика Mostrans Auto. В принципе в начале 2000-х эти автобусы были очень популярны в Подмосковье, так что если меня смотрят из Подмосковья, вы как раз таки узнаете вот эти вот автобусы. Автобусы производились начиная с 1983 года и продержались на конвейере вплоть до 1996 года. Вот такой вот высокопольный автобус. Как видим в передней части автобуса у нас трехмерное, трехрядное расположение пассажирских мест, а сзади же четырехрядное. Вот места для крутых парней. В принципе классный автобус, здесь нет полок для багажа, действительно городская такая вот модификация. Не знаю свет у нас работает или нет. Да, свет включается, освещение работает. Зиму, ребята, я отключил в Омсе. Уже хочется весны, просто хочется весны. Да, погода унылая. Но ладно, лето я не ставил, пускай вот будет что-то такое, знаете, уже весеннее, обнадеживающее, что там впереди лето ждет, хотя еще зима не окончилась. Что мне нравится в версии SL, ребят, насколько круто сделано. Посмотрите, какое стекление, панорамное стекло, насколько много света в автобусе. Очень классно выполнено. Конечно, моделька не самая качественная. Есть здесь огрехи, то есть видим ещели, окраска, незатекстуренный глушитель задний, с маршрутоуказателем задним беда. В общем, есть такие проблемы, но не страшно, не критично. По крайней мере, автобус свой функционал выполняет. И, кстати, стоим на задворках, знаете, такое ощущение, как будто вот его должны списать, но мы говорим нет, мы даем вторую жизнь вот этому автобусу сегодня и выпускаем его на линию. Давайте запускать двигатель. С полоборота завозить. Ну, куда такой автобус списывать? С полоборота запустился, так что выезжаем на маршрут. Не будем тратить драгоценное время. Кстати, часов у меня здесь под рукой никаких нет. Можно на кассовом аппарате что-нибудь пощелкать. Ладно, не будем этого делать. Здесь температура указывается. Автоматическая коробка передач. Только смотрю, есть проблема. Включаю режим драйв. Почему-то принудительно включается третья передача. Но это не беда, ребят. Это не проблема. Автобус свою скорость, свои паспортные данные 90 км в час выдает. Даже несмотря на то, что здесь включена принудительная третья передача. Отцентруем камеру, снимемся с ручника и давайте будем выдвигаться на линию. Надо свет, наверное, включить. А то как-то действительно очень темновато. Коренева на маршрут. Да, погодка унылая, конечно, у нас. Ну что ж, поделаешь. Перед весной обычно вот всегда так бывает. Не знаю, на автостанцию саму есть смысл нам заезжать или нет. Потому что у нас следующая остановка улица Ленина. Здесь, в принципе, не наша остановка. Это по кореневу посадка. Давайте для приличия, наверное. Открою я двери. Кстати, двери, знаете, что здесь открывается? Здесь нужно включать стояночный тормоз. Я вот что-то, нажимая кнопки, ничего не открывается. Вот нажал стояночный тормоз, двери открылись. Ну, пассажиры здесь накрывши забрались. Видно, их очень много. Хотя не очень-то их много. Чего ни места себе на земле не нашли. Ну, да ладно. Так. Никто к нам садиться не будет. Будем следовать мы с вами до улицы Ленина. Остановка. Вот эта вот беда, не знаю, это, скорее всего, для немецкого рынка так делалось. Там действительно надо автобус поставить на стояночный тормоз. Тогда вы сможете открыть двери. Максимальная вместимость данного автобуса составляет 80 человек. Это учитывая и посадочные места, и те, кто едет стоя. Устанавливались здесь двигатели компании MAN, немецкие двигатели, мощностью 205 лошадок. В принципе, хватает за глаза, динамики хватает этому автобусу. Сейчас, наверное, на автостанцию зайдем и с вами развернемся, потому что пассажиры точно к нам никакие садиться не будут. Так, красный сигнал светофора горит у нас. Чуть-чуть притормозим. Здесь, в принципе, все развязки такие основные. У нас 535 маршрут. А, вот, в принципе, у нас автостанция остается в стороне, а мы с вами поворачиваем направо. Потому что мы сегодня с автобазы выезжаем, с автотранспортного предприятия. Рулится неплохо. Звуки хорошие, несмотря на такое среднее качество исполнения модели. Но будем надеяться, что моделька будет дорабатываться, улучшаться. Потому что на сетрах таких стареньких в свое время тоже катался. Тоже были популярны у нас эти автобусы и версии UL также. Автобус классный, комфортный, очень приятно ехать даже куда-то вот в пригород и на более дальние расстояния. Ничего плохого сказать не могу. Динамика тоже потрясающая. В принципе, ну, все трое, они относятся, они входят вот в это дочернее предприятие компании MAN. Чувствуются в них вот эти MAN-овские нотки. Здесь у нас улица, даже Тавричевская какая-то. Пускай она остается у нас в стороне, мы с вами катим дальше. Давайте снимаемся на светофоре. А то мало ли кто. Вроде бы перекресток не такой оживленный. У нас даже главная дорога. Но на красном светофоре остановимся. По зеркалам. Обзор хороший, но крутить камерами надо, крутить головой нужно. Даже приятно, что есть вот такое вот зеркало, которое смотрит, что перед автобусом. То есть, да, зачастую бывает, вот кто-то может встать впереди ребенок какой-нибудь маленький, и вы можете не увидеть. Кинули взор вот в это зеркало. На платформу какую-то подъезжаете, чтобы ровненько там людей не придавить, на бордюр какой-то не заскочить. Очень удобно, очень классно. Не, ну, площадь остекления, конечно, просто потрясающая. Вот на таком автобусе действительно можно, знаете, экскурсии делать по городу, потому что будете ехать, будете видеть просто все. Все будет доступно в вашем обзоре. Никаких перегородок, ничего подобного. Ну, в принципе, зачастую, как в европейских странах, водители, там практически нет кондукторов. Даже, я хочу вам сказать, не везде есть электронная система оплаты билетов. Тоже попадаются такие вот города, так что тут с трафиком непонятная машина появляется и исчезает. Вот, и зачастую водитель, блин, появляется, нет, кто-то непонятно. Поэтому водитель зачастую вот выполняет роль кондукторов. А там у нас чего? Отстойник какой-то. Так, обязательно ставимся на стояночный тормоз. На клавиатуре это клавиша минус. Мало ли кто, если что-то не знает, у кого возникнут проблемки. Ну, так, против туманки здесь тоже, по-моему, можно включить. Ну, фары, конечно, свет фар такой тускловатый, даже какой-то непонятный холодный цвет, не очень приятный. Это индикатор оранжевый такой загорелся, что про цвет туманный фар включил. Покидаем населенный пункт Коренева, так что можно немножко ускориться, усаживаться поудобнее. И мы уже отправляемся в поселок Новый Свет. Промежуточных остановок, в принципе, на этом маршруте достаточно. Ориентировочное время в пути около 15-20 минут. Ну, в зависимости, как будем ехать. А ехать мы будем динамично, чтобы не создавать какие-то аварийные ситуации, чтобы не создавать пробки. Потому что зачастую пригородные автобусы у нас тоже тащатся очень медленно. Даже когда выезжают вот за пределы города. Ну, сколько автобусов там, 80 разрешено ехать. В основном они как-то все так держат крейсерскую скорость, там 60 км в час, так, затяжной поворот. Хорошо, что зиму выключил, потому что чувствую, улететь здесь можно было. Так что морозную погоду я отключил. Пассажиры даже жалуются. Потому что я с превышением здесь вхожу. Это поворот более 70 км в час. Что-то пассажиры в салоне. Ну, кто-то стой едет, кто-то сидя. Кому как нравится. Вот в протон-басс как-то реализовано. Пассажиры изначально занимают все посадочные места. И там в основном, ну, есть. Есть такие моды, где там стоят, по-моему, пассажиры. Так в основном все стараются как-то сидя ехать. Пустых мест там не остается. В Омсе же они хаотичны. Вот это все делается. Конец ограничений. Конец обгона. Так что можно притопить. Двухполоска начинается у нас. Прогружается карта. Прогружаются текстурки. Но здесь такая довольно-таки открытая местность у нас. Обзор, кстати, потрясающе хороший. Дороги качественные. Но действительно сделано для вот этого старенького немца. У нас тоже уже эти многие автобусы списаны. Практически этих Сеттер серии С-215 не осталось. И я видел, в автобусном парке стоит Сетра. Там даже, по-моему, 213-я какая-то Сетра. Но она снята с учета. Не знаю, что с ней хотят сделать. Но в свое время этот автобус бегал. Такой в зеленой краске. Я думаю, навряд ли, что его будут восстанавливать. Но техника хорошая. Так, стояночный тормоз и открываем дверь. Доброе утро. А что пассажиры жалуются, что я опоздал? Я, по-моему, вовремя выехал. Неужели мы с вами так опаздываем? Ну да. А, слушайте, на автостанцию все-таки, наверное, надо было заехать. Что-то я проигнорировал автостанцию. А у меня остановка зависла. Давайте посмотрим. Угу. На автостанцию надо было, ребят, заглянуть. Я сразу на улице Ленина попер. Ладно, я чувствую, вот там пассажиры сейчас на автостанции. Вот они локти кусают. Где ж автобус? Куда он делся? Он уже уехал. Поэтому нам первая остановка незащитна. Ну, я чувствую, от начальства получим нагоняемые. Я просто не знаю. Я когда тестировал этот маршрут, тестировал автобус, я заспамнил. Он у меня вообще в другом месте появился. Он у меня появился практически прямо перед автостанцией. Мне надо было на нее заехать. А здесь меня вообще выкинуло какой-то отшиб. Вот на автобазу выкинуло. И нам вообще такое ощущение, как будто этот автобус уже готовый прийти в мужике с болгарками и порезать его на металл. Поэтому мы, так сказать, дали ему вторую жизнь и выехали сегодня с вами на маршрут. Так что пассажиры сегодня будут жаловаться, пассажиры будут недовольны. Ну, я думаю, что, ребят, мы в комментариях поднимем настроение своими позитивными комментариями. Слушайте, хоть третья принудительная передача включена. Ну, нормально, досок он даже разгоняется. Я смотрю, интервалы между остановками по 4 минуты составляют в основном. Там дальше в поселке вот Новый Свет будет 2 остановки. Отдыхающий маршрут на самом деле. Карта ничем не перегружена, ни трафиком, ни светофорами. Настолько приятно. Действительно, едешь, отдыхаешь. Особенно после больших карт, там, вот, после двери, где очень много трафика, очень много остановок. Каждую минуту надо чего-то делать. Здесь едешь, отдыхаешь. Даже по сравнению взять вот с игрой Бас Волт тоже. Там очень так все сжато, нудно расписание. Придерживаться постоянно автобус с динами держать на предельных коростях. Ну, как на предельных, я думаю, кто смотрел мои видео, там автобусы еле до 60 разгоняются. То есть, вот, и практически всегда нужно вот педаль газа держать. Здесь же спокойно, на расслабовании едешь, наслаждаешься красотой и понимаешь, что впереди будет весна. Еще в Чистогорске мне нравится, вот, как небо сделано. Настолько качественные, классные текстуры выглядят просто обалденно. Как вот, по-настоящему, вот. Словно, действительно едешь за рулем старенькой Сетры. Старый, надежный Сетры. Возможности надо будет, наверное, еще освежить видео и по Сетре 215 UL. Она как раз-таки у меня стоит. И вот версия SL появилась. Она, кстати, вместе выбивается, когда выбираешь вот UL и SL-версия. Они вместе идут, очень круто. То есть, получается уже, знаете, такой пак автобуса, который идет вместе. Еще даже черта не умный на небе есть. Вот мне кажется, как-то в Омсе что-то запрограммировано с погодой, потому что, я не знаю, тоже полнолуни. Сейчас полнолуни. Полная луна в Омсе. То есть, как-то это все совпадает. И я еще смотрел, что есть возможность вообще поставить. И данные погоды Омсе будет брать из интернета именно вот для вашего региона. То есть, там у вас даже вплоть до атмосферного давления. Это вообще прикольно. Мне, конечно, до такого еще не доходило, но как-то будет, надо попробовать. Степной. Такой поселочек нас встречает. Заправка здесь достойная. Лукоэл. У нас, наверное, с топливом там все. Да, с топливом у нас полный порядок. Смотрю, появляются и фонари. Так что, в темное время суток здесь тоже будет довольно-таки комфортно. Поселок посвечивается. Стрежу. Пешеходы по пешеходному переходу как надо быть ходят. Ну, давайте пропустим, а то они так идут. Не знаю, успею вот между ними проехать. А то они тоже могут туда-сюда ходить. Такой карманчик здесь есть. Заехать можно. Ну, пассажиры сами же чуть ли не на дорогу. Выбегают, заждались автобуса. Да, жалуются, что опаздываем. Ну, ничего, к сожалению, я поделать с этим не могу. Да, еще не факт, если мы заехали на автостанцию, потому что, ну, бывают такие баги, что не засчитывается первоостановка просто. Даже хоть на автостанцию заезжаешь. Как-то вот зависает и все. На карте, на московских картах я с этим багом таким сталкивался. Дальше дорога у нас чуть-чуть похуже будет. Ну, три минуты до следующей остановки надо перейти. Слушайте, я не знаю. 110 почти. Ну, походу, все. Вперлись мы в предел. Уже дальше автобус скорость не набирает. Как-то быстро, вроде бы, три минуты было до остановки. Как-то быстро мы доехали. Либо, возможно, это не наш. Хотя коровина. Вроде бы остановка наша. Пассажиры идут навстречу. И номер маршрута наш указан. Здесь, наверное, надо вплотную к бордюру подъехать. Вот даже вот так, потому что пассажиры бывают, ну, очень такие капризные попадаются. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Хотя вот версия UL мне больше нравится. Ну, но правда и пригородная. Это все-таки уже такая более городская версия. У нее вот та форма кузова. Вот, я думаю, 215 ел. Такая довольно-таки очень интересная. И двери там по-моему Вторые они идут Створчатые, а передняя широкая Но створка одна Открывается вовнутрь Здесь у нас такие двери уже планетарного Типа вовнутрь открывается Что впереди, что сзади Смотрю даже подогрев Стекол все есть, все имеется В принципе приборка Выполнена довольно-то очень неплохо Потому что только с автоматической Корабкой передач нам немножко разобраться А то когда третья принудительно Включена, как-то немножко она смущает Ну и добро пожаловать в поселок Новый Свет Железнодорожный переезд И газелька встала Просто она решила тут встать Нет, смотрю, едет Наверное чувствовал, что мы приближаемся Ну по путевому листу остановки у нас Здесь две Но почему-то все в одно и то же время Либо получается будет одна остановка Ничего себе, даже тут заезжать надо Как-то стремновато Ой, хорошо, что зиму отключило Чувствую, тут уже проблемы были бы Давайте высадим пассажиров и там дальше Уходим на нормальную площадку, поставим автобус Надо было все-таки ближе подъехать Надо было все-таки ближе подъехать Это бедные пассажиры Кто в первую дверь выходил, так нормально Вот во вторую прям в грязюку это все такое Ну зачастую весной в сельской местности так и есть Без резиновых сапог никуда самая лучшая обувь В принципе там надо к лазу пристроиться Ну вот в принципе, ребята, конечная стоянка 535 маршрута Ставимся на ручной тормоз Итак, ручник поставим Ну вот, пассажиры выходят Так что добрались без резных происшествий Вот такой вот старенький немец нас сегодня не подвел Вам, как всегда, огромнейшее спасибо за просмотр, ребят Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч